На твой взгляд, армейслинг заслуживает того, чтобы быть включенным в Олимпийские игры? Ну, если киберспорт сделали, ну, как бы сейчас разговаривать на тему, мне кажется, да, определенно можно, вполне. Вы занимаетесь каким-то видом спорта? Нет. А может быть следите за какими-нибудь видами спорта? Футбол иногда. Ты сам занимаешься каким-то видом спорта? Ну, да, и занимаюсь. А каким? Борьбой греко-римской. Волейболом, баскетболом, пинболом. Фитнес-клуб. Полгода недавно боксом занимался, в детстве по чуть-чуть там, теквондо, теннис большой. Я думал, что вы занимаетесь просто каким-то видом спорта? Да. А если не секрет, каким? Тренажерки, фитнес. Армрестлинг – это вид спорта? Я думаю, да. А почему? У меня друг занимается этим видом спорта, и, ну, судя по тому, как он, это же тренировки, надо заставлять себя. Армрестлинг – это хобби, забава или все-таки спорт? Мне кажется, спорт. Тоже тяжелый вид спорта. Также они работают, тренируются, качаются. Просто одно время в одном зале с ними тренировались. Ну, крепкие ребята. Мне кажется, это спорт все-таки. Вид спорта? Наверное, да. Ведь все-таки там идет борьба людей за победу, поэтому, в принципе, да. Думаю, что вид спорта. А почему? Тоже соревнования. В спорте, наверное, соревнования – это самое интересное, кроме улучшения здоровья. Армрестлинг для вас, в вашем понимании, это развлечение или все-таки вид спорта? 50 на 50, я бы сказала. А почему? Ну, для кого-то это все же больше хобби, развлечение, чем спорт. Просто не знаю, чем занять себя. А для кого-то, действительно, это спорт, их жизнь. Есть такое мнение, что девушкам не место в армрестлинге, и это исключительно мужской вид спорта. Что вы думаете на этот счет? Я думаю, что у женщин и мужчин должно быть равноправие в любом виде. Девушкам место в армрестлинге? Или все-таки это чисто мужской вид спорта? Да я вообще считаю девушкам такие виды спорта. Мне кажется, нет, наверное, все-таки. Девушка, она должна быть девушкой. Бытует мнение, что армрестлинги не место девушкам? То, что это исключительно мужской спорт? Странье. Почему? Ну, слушай, странный, конечно, вопрос. Ну, девушки тоже могут заниматься, им интересно, если это. Но вы пробовали? Нет. По мне заветно, что я пробовала. Вы знаете, у нас столько замечательных девушек, и они примерно вашей комплекции. Я не занималась, мне больше нравится в зале тяжести таскать, приседать, и все. Армрестлинг нет. Вы занимаетесь каким-нибудь видом спорта? Нет. Уже давно нет. А каким занимались? Я боксом занимался. Ты каким-то видом спорта занимался? Да, занимался. Каким? Регби, плавание, джоу-джитсу. Ну, немного, в основном, регби занимался 8 лет. Непрофессионально. То есть, это больше физкультура, потому что большой спорт – это не про здоровье. Немножко гимнастика, ну и, я не знаю, пробежки. Вы не занимаетесь никаким видом спорта? Занимаюсь. Да, вообще. А каким, если не секрет? Мастер спорта по пожарно-прикладному. Ты сам занимаешься каким-то видом спорта? Да, борьбой с самбо занимаемся. И давно? Занимаюсь, преподаю. Армрестлинг – это развлечение или все-таки вид спорта? Вид спорта. А почему ты так решил? Армрестлинг – вот это развлечение, хобби или все-таки спорт? Развлечение. Почему? Ну, мне кажется, развлечение. Любой пьющий мужчина в России, мне кажется, считает это развлечением. Без специальной подготовки ты не выиграешь. Даже будь ты качком, ты все равно не победишь армрестлера. Что ему не хватает для того, чтобы быть спортом? Зрелищности, наверное, какой-то. Ну, или раскрутки побольше. Это именно хобби или все-таки это спорт? Может быть, развлечение в вашем видении? Для большого количества людей это должно быть развлечением и какой-то физкультурой, потому что борьба на руках, в принципе, она является, на мой взгляд, даже практически исконно русской. Ну, и для какого-то узкого сегмента людей она может быть профессиональным видом спорта. Армрестлинг – это развлечение или все-таки спорт или, может быть, хобби какое-то, на твой взгляд? Спорт. Спорт. Ну, по моему мнению, конечно же, это реально спорт. Конечно, люди напрягаются, люди тренируются, специально для этого все делают. Конечно, это спорт. В любом случае. И, так как ты занимаешься единоборством, я хотел бы тебя спросить, Армрестлинг, на твой взгляд, это единоборство? Да, в какой-то степени да. Конечно, люди борются, то же самое на руках, как и мы боремся на ковре. Конечно, единоборство, в любом случае. Это спорт, очень тяжелый спорт. Там надо, ну, по-любому какие-то мышцы определенные тоже качать. Ну, и там техники очень много, ее развить тяжело, по идее. Ну, не каждый сможет, не каждый второй сможет вот так. Ну, там по-любому нужна техника и все такое. Как ты считаешь, Армрестлинг, вот это развлечение, хобби или спорт? Только честно. Я думаю, что это развлечение, больше развлечения. Я не знаю, как к нему готовиться. Ну, типа, в спорте есть какие-то установки определенные, там, питание и так далее. Я просто не знаю, просто вот такое мнение. Хотя, кстати, Армрестлинг, есть же там техника. А техника есть в каком-то виде спорта. Возможно, и да. Быто это мнение, что девушкам не место в Армрестлинге. Вот, как вы думаете, девчонки? Армрестлинг, я вообще, честно говоря, не до конца понимаю. А, ну, нет, наверное, да, это больше мужской вид спорта. Как-то моряки сразу, у меня какие-то ассоциации с моряками, спортом. Ну да, женщины как-то здесь совсем не очень. А как ты считаешь, это развлечение или все-таки спорт? Больше развлечение, спорт такой какой-то перед женщиной, завоевать ее внимание. Бытует мнение то, что девушкам не место в Армрестлинге. А что ты думаешь на этот счет? Я согласна. А? Я согласна. Ну, в моем самосознании кажется, что все-таки кроме фигурного катания для женщин спорта нет. У Армрестлинга есть перспектива включения в олимпийскую программу? Конечно. Почему бы нет? Заслуживает ли Армрестлинг включение в олимпийскую программу? Да, заслуживает. В любом случае заслуживает, да. Нет, однозначно. Нет. Я думаю, нет, потому что людям неинтересно будет за этим наблюдать. То есть, на твой взгляд, ему чего-то не хватает? Да. Чего? Зрелищности. Только лишь? Да. А все остальное? Ну, конечно, соревновательный момент есть, все есть. Победителя легко выявить. Тут нет двойственности принятия решения какого-то, поэтому... Армрестлинг имеет перспективы включения в олимпийскую программу? Да. Заслуживает ли Армрестлинг вступление в олимпийскую программу? Ну, почему нет? То есть, по вашему мнению, для этого вида спорта сейчас... Да, конечно, распространенный вид спорта, так сказать, вообще по планете, что называется. Ну, почему нет? Если будут выполнены какие-то критерии Международного Олимпийского комитета, почему не войти в программу Олимпиад? Ну, это все будет зависеть от руководства Армрестлинга и от их федерации, как они будут его продвигать. Армрестлинг, на ваш взгляд, он может быть включен? Он заслуживает того, чтобы быть включен в олимпийские виды? Ну да, почему нет? Все-таки тоже вид спорта, и есть много фанатов у этого вида спорта, и много последователей, которые этим занимаются. Ну, не знаю. Это интересный вид спорта, если самому бороться, но, может быть, внешне он не зрелищный. Хотя фильм есть со Сильвестром Сталлоне изо всех сил, благодаря этому фильму я, как бы, пошел в Армрестлинг попробовать, что это такое. Сейчас подумаю. На мой взгляд, он не настолько массовый и зрелищный, чтобы быть включенным в полной мере в олимпийскую программу. Мне кажется, нужно действовать, например, через спартакиады и через универсиады. Вот так. А уже потом, может быть, в олимпийскую программу. Честно, я даже не могу ответить. Может быть, может быть, нет. Не знаю. Это уже там рассматривать должно министерство спорта, мне кажется. Заслуживает ли Армрестлинг включение в олимпийскую программу? Актуальная тема для нас. Брейгданс тоже сейчас под вопросом. Ну, не знаю. И лишь бы не навредило вашей культуре, если это культурой. А для тебя брейгданс – это развлечение, хобби или спорт? Ну, это моя жизнь, уже часть жизни, не знаю. Любимое дело. Подскажи, а ты каким-то видом спорта занимаешься? Я занимался. А каким? Каратэ. Каратэ-до, потом дэнта-фудокан, потом уличные бои. А сейчас ты, может быть, следишь за какими-нибудь видами спорта? Я сейчас просто сам живу здоровым образом жизни. Армрестлинг, как ты думаешь, это развлечение или все-таки вид спорта? Это спорт, конечно, спорт. Этим тоже надо заняться конкретно, поставить цель и достигать до конца. Есть такое мнение, что девушкам в армрестлинге не место. Как ты думаешь? Почему девушкам в штанге место, а в армрестлинге не место, что ли? Или девушкам машина водить место, а армрестлинг заниматься не место? Какая разница? Нет. Девушка должна, ну, женщина должна выглядеть женственно в определенных местах, а там, где надо, чтобы спорт или культура, или там другие вещи, да, вот, допустим, инженер, есть инженер и девочка и там подобное. Им идет, а что, армрестик не идет? Конечно, идет. А как ты думаешь, армрестлинг заслуживает включения в Олимпийские игры? Конечно. То есть ему всего хватает, на твой взгляд? Да, конечно, ну, спорт же. Я за, за то, чтобы все развивался. И спорт, и наука, и техника, и все, 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 все. Только правильным путем. Жизнь просто прекрасна в том, что вот жизнь вот такой есть. И трудности, и другие моменты. Вот прям природа, прям погода очень хорошая в Москве. Сейчас на Арбате вот сидим, люди улыбаются друг другу. А мы творим просто. Для вас, для всех, кто хочет жить, кто хочет продолжать творить и делать добро всем. Спасибо тебе огромное. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну и денек. Сегодня выбрались в центр, прогулялись, нагуляли такой невероятный аппетит. Наконец-таки сели в том месте, где люди борются, активно борются с голодом. Это обед-бюфет. Нами очень любимый ресторан, где можно покушать просто вдоволь от пуза. Собственно говоря, чем мы сейчас и занимаемся. Мы уже покушали. Я хотел бы подвести определенный итог того, что сегодня происходило. Дело в том, что происходит огромное количество работы по федерации, по клубам, по координации людей, по продвижению этого вида спорта. Работаем, это хорошо. Но нужно также понимать, какие результаты и плоды этой работы. Как результат этой работы, это, конечно же, обратная связь. Поэтому нужно понимать, в каком направлении мы движемся и как это выглядит со стороны. То, с чем мы сегодня столкнулись, если честно, меня поразило. Поразило в хорошем и в плохом смысле. В хорошем смысле это то, что все спортсмены, которые так или иначе попадались там сегодня на улице, крайне положительно отзывались об этом виде спорта. Пускай даже они были из других видов спорта, были как-то причастны просто к спортивному вот этому движению. Но они крайне положительно отзывались и они сказали, да, действительно, армрестлинг это тот вид спорта, который имеет перспективы и должен развиваться, активно развиваться. Также была и другая точка зрения. Это люди, которые, возможно, просто следят за видами спорта и, может быть, имеют свое какое-то определенное мнение. И, вы знаете, это мнение для меня, наверное, произвело самое большее впечатление, потому что каждый раз, когда ты сталкиваешься с тем, что тебе говорят, а что там, там же ничего такого, а зрелищности-то и нет, а ты бы мог заниматься армрестлингом? Да нет, зачем мне заниматься армрестлингом? Какая там перспектива? Это заставляет задумываться. Заставляет задумываться о том, что нужно лишний раз подчеркивать перспективы развития. Как спорта в частности, так и каждого спортсмена, занимающегося этим видом спорта. Нужно обязательно подчеркивать значимость тех турниров, которые проходят. Проводится огромная работа. Но, видимо, сейчас мы находимся на том пороге, когда этой работы крайне недостаточно. И это может быть по всем фронтам. Это начиная с количества людей, которые организуют турниры, заканчивая количеством людей, выступающих на турнирах. Количество людей, приходящих на турнир, просмотреть, поболеть за своих близких. Недавно прошли гонки «Формула-1» в Сочи. Это была картинка. Это было профессионально. Это было приятно смотреть. На наш вид спорта приятно смотреть. Фанатам приятно смотреть на него всегда. Но если ты обыватель, ты посмотришь и скажешь. Ты можешь посмотреть на этот вид спорта и сказать, а что они там делают. Называют очень много вопросов. В этом плане можно также поработать по части информационной освещенности, по части комментаторской работы, по части прямых трансляций. Это огромный пласт дел, задач, которые нужно реализовывать в рамках турниров. Я думаю, что наше сплощенное братство армрестлинга может это сделать. Самое главное – это помогать друг другу в этом. И не испытывать какое-либо соперничество или каких-то трений. Мы все находимся в едином потоке. Мы все – одна единая семья. И мы все имеем одну цель – это развитие армрестлинга. Давайте будем помогать друг другу. Все в наших силах и все в наших руках.